Поверьте, дорогие, практически все пытается повлиять на то, кто ты и что ты должен совершить. Я был удивлен, когда в один прекрасный момент я понял, что все вокруг меня пытается остановить мое призвание. Это как маленькие ситуации, букашки, черви, они сползаются ко мне, чтобы я обратил на них внимание, чтобы я начал бороться с чем-то, с чем я не должен бороться, чтобы я начал создавать ситуации, которых не должно быть. И я увидел, как все сползается на меня, чтобы остановить меня. Не так ли это? Сидишь ты дома, пришел один был, пришел второй был, авария, там не заплатил, работу потерял, дом забирает, все, ты попал. О каком Боге ты будешь думать, объясни мне? Не о каком точно. Или хотя бы, Господи, помоги мне выйти из этой ситуации. А этой ситуации не должно было быть вообще. И когда что-то Бог забирает, я сразу говорю, быстрее отдай, потому что никогда не отнимется у тебя то, что принадлежит тебе. То, что заберется, это не твое. И быстренько сдавай свои позиции и отпускай. Потому что то, что твое никогда, никогда, это доказано Библией и Богом, то, что твое никогда не отнимется у тебя. Давида никто не мог забрать то, кто он есть. Никогда, нигде, никто. Он всегда, был ли он один или был он с армией, он был всегда тем, кто побеждал. Дорогие мы, и дьявол нас ловит. Вы берете что-то для себя? Я понимаю, лето, мы на расслабоне. Вот как раз сейчас эта тема и нужна. Эймэн. Мы гуляем, мы загораем, мы отдыхаем. А дьявол не загорает. На круизы он и на Хавайи не ездит. Он занимается одним. Остановить тебя. День и ночь планирует уничтожить твою жизнь. И ты должен быть на чеку, родной мой. Ты должен точно знать, для чего ты на этой земле. Вспомните Самсона. Давайте немножко в Библию пойдем. Вспомните Самсона, который был рожден судьей Израиля. Он позволил женщине изменить его сущность и принести полное поражение в его призвание и предназначение. Он ждал атаку извне. Послушайте сюда. Вы помните ситуацию Самсона? Это уже такая красочная иллюстрация. Он ждет атаку сейчас. С ворот они придут. И я их замочу, как и прежде. А здесь твоя любимая обрезала все, чем ты должен быть. О, здесь большой секрет есть. Это тема семейная. Ну, не об этом сейчас. Ну, что, здесь в этой теме еще одна тема. Как то, что сидит рядом с тобой, может уничтожить полностью, кто ты. Неважно, женщина или мужчина. Важно то, что ты в том доме, где ты не должен быть. Ты на территории врага. Долида – это территория дьявола. Ты не можешь долго заигрывать с дьяволом и оставаться победителем. Не можешь. А еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще один вечерок. И обрезали все, кем ты должен быть. И потом слепой, глухой, побитый в депрессии, как осел, мелишь на этих жерновах. И вспоминаешь тот день, когда ты не имел права переступать эту черту. Вот почему я никогда не хочу, чтобы около меня стояли люди, не имеющие принципов. Принципы, которые охраняют тебя. Принципы. К этому я не касаюсь. Это я не смотрю. Это я не делаю. Туда не хожу. Принципы, охраняющие меня и тебя. Вот почему люди с талантами, как Самсон, но без принципов. Думающие, что сейчас встану и будет, как и прежде. А как и прежде не получилось. Получилось всю жизнь до смерти своей. Он был рабом и умер самоубийцей. Дорогие мои, я не хочу такую судьбу. Вот поэтому я тему и говорю. Самсон, хорошая иллюстрация. Ну у нас с вами, зачем нам на Самсона бегать? У нас с вами мы есть. Далеко не надо бегать.